Друзья, привет! На связи Олег Карнаух и в этом видео хочу ответить на вопрос, куда лучше инвестировать в 2019 году. Я подготовил для вас 5 вариантов, которые будут актуальны не только в этом году, но еще и в ближайшем будущем. Прежде чем мы перейдем к основной части, давайте затронем два важных вопроса. Первый – это как сформировать инвестиционный капитал? И второй – какие есть базовые правила инвестора? Как можно сформировать инвестиционный капитал? Поделюсь стратегией, которую использую уже больше 10 лет и которая наиболее проста, на мой взгляд. Она называется «10% от входящего потока». Как она работает? Заходите в личный кабинет интернет-банка, абсолютно любого, нажимаете там «Открыть новый счет». И от всех входящих денег 10% отправляете на этот счет. Например, зашло 100 тысяч, 10 тысяч сразу отправили на этот счет, осталось 90. Зашла 1000 рублей, 100 рублей отправили на инвестиционный счет, 900 осталось. И почему это хорошая стратегия? Потому что ее легко выдерживать. Большой разницы между 1000 рублей и 900 рублями нет. То есть вы сможете их также потратить и по сути не ощутите разницы. То есть это не сложно. Но при этом в долгосрочной перспективе 10% это существенная сумма. То есть через несколько месяцев, через полгода, год вы уже почувствуете, насколько у вас вырос инвестиционный капитал. И это круто. То есть 10% от всех входящих денег сделать жесткое правило, некий фильтр на входе. Только деньги зашли, сразу же 10% ушло на тот самый инвестиционный счет, а остальные уже тратьте, как вы хотели, как вы планировали. В общем, вот так это использую я лично. У меня это работает, поэтому рекомендую. Дальше. Какие есть базовые правила? Во-первых, всегда есть прямая корреляция между уровнем доходности инвестиций и риском. То есть чем выше доходность, тем, как правило, выше риск. И наоборот, соответственно. Поэтому есть простая рекомендация свой инвестиционный капитал делить на три части и распределять одну часть на рисковые инвестиции, вторую среднеумеренные и третью максимально надежные инвестиции. Так вы себя защитите. Диверсификация в этом отношении работает отлично. Теперь переходим к пяти способам инвестирования, к пяти вариантам, которые я рекомендую, которые, я считаю, будут работать еще много лет. И я их распределил в порядке приоритетности от наименее классного, на мой взгляд, к наиболее классному. Итак, пятое место. Вариант на пятом месте – это недвижимость. Недвижимость – это надежные инвестиции. И уже тысячи лет есть такой способ. И еще он будет много лет существовать. Чем он хорош? Он хорош тем, что это действительно максимальная степень надежности. Да, бывают там тоже нюансы, пожары, потопы и всякое разное. Но, тем не менее, это остается самым надежным способом инвестирования. Доходность, если мы говорим о просто покупке квартиры, например, и сдаче ее в аренду, это невысокая доходность в районе 8% годовых в среднем. Но есть более интересный вариант. Например, коммерческая недвижимость. Коммерческая недвижимость – это уже в районе 15-18% годовых. Это уже здорово. Плюс в коммерческой недвижимости часто бывают выгодные сделки, когда там срочно нужно человеку продать, можно выгодно купить объект и потом получать доход. Дальше. Есть варианты, когда вы можете квартиру купить, разделить ее на две студии и сдавать посуточно. Тогда доходность значительно вырастает. Но здесь тоже нужно просчитывать всю финмодель, инвестиции. Нужно, чтобы у вас под рукой была бригада, которая умеет быстро и недорого делать ремонт. В общем, тоже такой вариант есть. У меня товарищ, который в свое время сформировал капитал, конвертировал его в коммерческую недвижимость. И сейчас он получает пассивный доход порядка 10 тысяч долларов в месяц и может, собственно, не париться. Он так и делает. Поэтому этот вариант интересен, хорош, но важно понимать, что нужно сформировать серьезный капитал для того, чтобы доход от этого способа был значительным. Идем дальше. Четвертое место. Четвертое место – это фондовый рынок. Фондовый рынок – это, на мой взгляд, что-то адекватное из всего, что есть. То есть из форексов, криптовалютных рынков и так далее. Фондовый рынок – это, скажем, мыльный пузырь, который наиболее похож на что-то твердое. Потому что остальные пузыри, они прям уж очень далеки от реальности и там никакой привязки, по сути, к текущей ситуации на рынке нет. Фондовый рынок – это обычные компании, крупные корпорации, которые проходили IPO и торгуют своими акциями. Тут есть тоже, конечно, высокий спекулятивный момент, но при этом привязка к показателям компании, к росту компании, к развитию она есть. То есть если компания хорошо развивается, ее акции растут и вы, как акционер, можете их продать, получить больше, либо получать дивиденды. В общем, здесь есть привязка к реальному бизнесу. В остальных случаях это просто игра. Это покер, где собираются люди, делают ставки на то, что там что-то упадет или что-то вырастет. И эти деньги просто перераспределяются. Кто-то угадал, что что-то вырастет, он забрал себе деньги и пошел праздновать. И наоборот. То есть это покер. В случае с фондовым рынком тоже есть такой момент, но привязка, тем не менее, к реальным компаниям – это хорошо. Я сам торговал на фондовом рынке. Я помню, как я покупал, продавал акции Форда, например, компании в свое время. Я также знаком с криптовалютными рынками. То есть я все это попробовал, я все это понимаю изнутри. И какой ключевой момент? Не нужно здесь играть. Вот, наверное, это самое важное. Потому что если вы заходите какими-то серьезными деньгами без понимания дела, неважно, это криптовалютный рынок или это фондовый рынок, скорее всего, вы потеряете деньги. Потому что очень много нюансов, очень много вещей, которые нужно знать и которые нужно изучать. Поэтому вариант А – это если вы хотите развиваться в этой сфере, изучайте. Вариант Б – это, например, инвестиционные фонды. То есть есть так называемые пифы, например, паевый инвестиционный фонд. Это группа людей, которые этим занимаются. Вы приносите им свои деньги, они на ваши деньги покупают акции, какие-то получают доходы и распределяют между всеми инвесторами. Есть очень много разных этих фондов. У каждого банка сейчас есть такой фонд. Можете на сайте банка прямо посмотреть. И посмотреть доходность. Средняя доходность, я смотрел 25-30% годовых. Это довольно-таки хороший уровень доходности. Тоже зависит от банка. Кто-то более рисковые стратегии использует, кто-то менее рисковые. То есть заходите на сайт вашего банка, смотрите, какое у них предложение по инвестициям. И если у них есть доверительное управление, инвестиционный фонд, вы можете вложить туда свои деньги и получать от 20% до 30% годовых. Это намного интереснее, чем тот же депозит. И вы тем самым попробуете, что такое инвестиции в фондовый рынок. Итак, если хотите разбираться, изучайте. Если не хотите разбираться, то доверьте свои деньги профессионалам, но проверенным. То есть надежным, проверенным, которые там, например, крупным банком. Там у них есть свои фонды. Это адекватно. Вариант номер 3. Третье место. Третье место – это вложить деньги в стартап. Очень много сейчас появляется крутых стартапов. И, конечно, стартапы – это то, что имеет огромный потенциал роста. По сути, практически все крупные корпорации, которые сегодня стоят миллиарды, они когда-то были стартапами, и люди, которые вошли на ранние стадии, они умножились в тысячи раз. И это круто. То есть стартапы сегодняшние, они имеют огромный потенциал роста. То есть там можно в 100 раз, в 1000 раз вырасти. Это здорово. И когда вы входите на ранние стадии, вы можете получить довольно большую долю. 20-30% компаний можно получить. Но важно понимать, что на ранней стадии высокий риск. Потому что даже у топовых инвестиционных фондов, которые инвестируют в стартапы, у них не более 5% вложений приносят прибыль. То есть выстреливают проекты, и все хорошо. 5%. А это профессионалы, которые делают сумасшедший отбор. Просто они отсеивают очень серьезно. Там отборы невероятно сложные, и у них только 5%. Вдумайтесь. 95 из 100 проектов, которые они отобрали, на которые они сделали ставку, они провалились. Только 5% выстрелили. Поэтому нужно понимать, что высокий уровень риска. Можно вкладывать только свободные деньги, которые вы готовы потерять. Но плюс в том, что здесь можно круто умножиться. Вариант номер, точнее вариант на втором месте. На втором месте у меня вариант это собственный бизнес. Когда вы берете свои деньги и вкладываете в свой собственный бизнес. Создаете компанию, создаете какой-то проект, тот же IT-стартап. И здесь классно то, что вы не можете проиграть в этом случае. То есть вы в любом случае получите какой-то опыт. Это вас продвинет вперед. Вы станете сильнее, вы станете круче. В общем, вы по-любому останетесь в выигрыше. Поэтому инвестировать в свой собственный бизнес – это то, что я обожаю делать. И я постоянно пробую какие-то новые проекты, постоянно куда-то инвестирую. Мне это нравится, потому что где я могу повлиять на результат, я понимаю, что больше шансов, что получится. Потому что это зависит от меня. И тогда, собственно, я иду, действую и получаю результат. И первое место. Место номер один в моем списке – это инвестиции в себя. Это инвестиции в собственное развитие, в свое образование, в путешествия, в какие-то новые знакомства эффективные. То есть то, что вас делает сильнее и лучше. Кстати, бизнес, получается, тоже можно отнести сюда, потому что он тоже делает вас сильнее, помогает вам развиваться. Но все, что связано с развитием – это обучение, это какие-то тренинги, семинары. То есть все, что с этим связано, все, что связано с тем, чтобы прокачать свой мозг – это, на мой взгляд, номер один, потому что это всегда окупается, это всегда приносит самые большие дивиденды, и это то, что всегда останется с вами. Вот такие пять вариантов. Выбирайте на свой вкус и действуйте. Напишите в комментариях, какой вам понравился больше всего. Ставьте лайк, если это было полезно. Поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну и будем на связи. Я желаю вам успехов. С вами был Олег Карнаух. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok